это михаил лобковский программа взрослым о взрослых я сегодня хочу поговорить о психологии негативного сознания что это такое как люди говорят обычно например конечно жизнь трудная конечно мужчина изменяет конечно маленькая зарплата или вот еще варианты все так живут или как у ильфа и петрова у всех жена ушла еще был трудный год была трудной неделе у меня был трудный день или кому сейчас легко есть даже целая индустрия индустрийная на правильно сказать обслуживающие негативные сознания одежда депрессивных цветов трейлеры и драмы в кино литература и искусство есть люди которые живут мы с наташей по этому поводу шутили это назвал к профагией которые живут интересами про давно умерших людей про войны кто кого убил каин и авель это не просто становится интересом жизни никто на этом даже деньги зарабатывает я думаю что у человека в голове когда он например в течение 30 лет изучают биографию сталина или гитлера вот что он должен думать про себя про свою жизнь если мой все это интересно в моем понимании он живет вот в этом негативном сознании какие последствия такого сознания во первых людям много не нравится в себе много не нравится вокруг люди страны и города собственный дом собственный двор своя работа своя жизнь свои дети родители друзья коллеги очень многие живут не понимая что у них такое негативное сознание я бы это назвал привычным негативом они вообще как бы не имеют даже то что я сейчас говоря так понимаю что многие вообще не очень понимают о чем речь потому что люди многие к сожалению с этим родились они когда родились и были детьми у них была там может быть не самая благополучная семья и вот этот негатив конфликты они впитали что называется с молоком матери и для них это совершенно привычная жизнь не даже не могу сказать что она плохая или хорошая они к ней привыкли как данности ведь в россии например люди не то что думают о светлым будущем наша замечательная фраза это о том что хорошо потому что не хуже чем вчера если завтра будет не хуже чем сегодня то это и есть собственно светлое будущее мы самые главные проблемы у людей с таким сознанием это неспособность невозможность получать удовольствие от жизни вот о чем я бы хотел сегодня поговорить а вас я хочу спросить что вы рассказали сами что вы об этом думаете я свою точку зрения высказал мне интересно что думают наши слушатели важно не путать негативные сознания в кавычках с реальной оценкой жизненной ситуации если например потерял работу это действительно проблема который надо решать кстати замечательный пример давайте попробуем разобраться как работает в этой ситуации негативные сознания как работает позитивные человек потерял работа объективно это проблема никто не скажет что это замечательно и надо радоваться но дальше мы возвращаемся к уже обсуждаемому слову кризис и кто кто и семантики которая существует например в китайском языке слова кризис и в русском в русском языке кризис означает что-то негативное что-то плохое в китайском языке кризис означает перемену я вот смотрел комедию ноги наверное видели с клуни мне бы в небо у него такая негативно я бы сказал работа герой клуни нанимался компаниями которым самим было неудобно увольнять работников вот они нанимали специального человека который проводился беседование смысл которого был следующий вы уволены и всем он говорил одну и ту же фразу он говорил вы знаете все миллиардеры начинали с вашей ситуации то есть они где-то на кого-то работали потом их выкинули с работы именно поэтому они занялись там собою и заработали свои миллиарды так как это комедия то было понятно что он просто иронизирует жестоко надоволенными но как говорится в каждой шуткой из доли шутки поэтому когда человек потерял работу если у нее сознание позитивное как вам это странно не покажется но он этот кризис в своей жизни будет воспринимать как возможность улучшить свою жизнь он соберется если он реалист он поймет где он может зарабатывать деньги сколько он хочет зарабатывать чем он будет заниматься и так далее люди с негативным сознанием сразу начинают рассуждать следующим образом например конечно моем возрасте работу найти будет практически невозможно конечно то их денег которые мне платили на этой работе я больше нигде не заработаю конечно сейчас кризис и все остаются без работы а меня еще и уволили и вряд ли я смогу что-нибудь стоящий себе найти ну и так далее при этом ситуации и для позитивного человека и для негативно настроенного одинаковые называется увольнение но мысли этих людей все и с увольнением их перспективы совершенно разные дело в том что с таким сознанием например устраивается на следующий работа тяжело потому что работодатель не хочет видеть человека в депрессии которому плохо и весь смысл собеседования сводится к тому какой негодяй был предыдущий руководитель какая-то была плохая работа и как ему теперь плохо потому что он без работы ему хочется что быть бодрый увидеть а чек с таким сознанием ничего не может предложить бодрого потому что ему плохо в этот момент женёк из омска наш постоянный пишет да такие люди есть надо негатив лечить любовью наверное вы знаете в принципе хороший совет любовь действительно решает многие проблемы но как я думаю люди с негативным сознанием и здесь имеют тоже серьезную проблему приведу вам пример значит вчера во время моего вот этого выступления в центральном доме литераторов одна из слушательниц дала но вопрос там был из зала на бумажке и к вопросу была прикреплена вырезка из статьи покойная алена бондарчук я сейчас точно не помню смысл ее высказывания но смысл примерно был такой что люди глубокие понимают что любовь это трагические отношения но я был вынужден прокомментировать сказав что но да у чек такой вот депрессивное сознание многие люди с таким сознанием ассоциирует любовь со страданиями клевета кстати не имеет никакого отношения поэтому к сожалению не получается лечить негатив любовью потому что получается другая ситуация вам плохо и вы хотите чтоб кто-то кому лучше чем вам сделал вам хорошо но вы его таким образом ведь будете использовать для улучшения своего состояния это далеко от любви все-таки негатив надо лечить я бы сказал профессионально психологами и психиатрами джош пишет по вашему выходит что и врачи все больны на глава нерфе все же не болячках копаются вот замечательный вопрос и я бы даже думаю может быть он больше мог бы даже к психологам адресоваться чем к врачам вообще но я скажу и про врачей и про психологов наверное какое-то количество людей идущих в такие профессии вы правы может быть хотят копаться в болячках и вы думаете среди психологов кстати такой процент достаточно высокий я прошу прощения у нас сергей на линии поэтому я отвечу ему а потом вернусь сообщение сергей добрый вечер добрый вечер очень приятно ваш постоянный радиослушатели москвы выдать хотел высказаться вот честно говоря наверное это наше правительство тускать работает да потому что по телевизору постоянно одна и та же мусируется тема это тема великой отечественной войны но это майские праздники тема галина да вы знаете вот не только у меня дед воевал честно говоря всю войну прошел до кенигсберга и замечательно вы понимаете но вот только что вернулся из америки вообще этой темы нет не то чтобы не надо эту тему развивать конечно это это очень правильно это наверное вы права от сознания за это что я сейчас вспоминаю своего отца он воевал даже две войны с немцами с японцами никогда в доме не слышал разговора о войне в принципе видимо ему это был неинтересно да вы понимаете очень много вот негатива не связанного с победой я имею ввиду да а маяда что хочется побольше войну про войну буквально про войну да именно так именно про убийство про кровь да и тогда я же сказал время как да да извините в то время как в америке эти люди живут спокойно думают там о будущем о детях какой-то позитив постоянные это же воевали между прочим это же чтут это же память и мы были в вашингтоне где там полно цветов и все идут памятникам там вьетнамской корейской войны да но вот нет вот этого постоянного занудства это не занудство я уже сказал что есть целые индуст индустрии которые обслуживают это негативные сознания есть очень много политики которые мне представляются абсолютно негативным действием есть много войны есть много убийства и смерти и есть целая программа на этом построена чего стоит например такие программы типа криминальной хроника или суд идет вы спрашиваете о врачах которые в болячках ковыряются как вам люди которые профессионально ковыряется в убийствах и тюрьмах например и и это не проект это не способ заработать деньги на телевидении это у самых талантливых действительно то что их интересует то что если их это не интересует никто это смотреть не будет теперь я возвращаюсь к джошу насчет врачей которые больны на голову как он пишет то что копаются в болячках таких мало но такие есть такие есть психологи которые пытаются решать свои проблемы занимаясь проблемами других людей кстати многие из них очень профессиональные и действительно оказывают помощь но к сожалению они производят впечатление людей с таким же негативным сознанием я бы даже сказал многие пациенты могут трактовать их как людей проблемных не было самого такая история интересная я хотел однажды сотрудничать значит психологами потому что консультация было много работы я хотел еще взять психолога и взял общем то из очень приличного места но не то что взял да а договорился встретиться с женщиной кандидатом наук психологом с хорошим образованием клиническим статье психологом то есть работающего в стационаре и она опоздала на 20 минут значит человек с у которого позитивные сознания он просто сначала здоровается потом он извиняется за опоздание потом он забывает о плохом и начинает разговаривать о работе что сказала эта женщина она сказала следующую фразу искала михаил но вы понимаете на войне как на войне это она имела ввиду свое опоздание я понял только одно что я не буду с ней работать потому что не проблема с головой потому что я не понял что она этим вообще хотела сказать это вот такая изощренные формы извинения но если человек вот так вот трактует собственное опоздание наверно у нее самой проблемы может быть она была хорошим психологом но дальше мне было просто не интересно кстати я хочу сказать теперь по поводу все-таки и психологов и врачей которые не копаются чужих болячках я например не копаюсь у у в нормальном состоянии у врача или у психолога есть желание помочь человеку он поэтому туда идет потому что у него очень развита потребность в оказании помощи и слава богу что но подавляющее число врачей работает врачами потому что испытывает потребность помощи у них такая потребность может быть с детства даже существует потому что многие же доктора играют в ее сын некоторые потом как туда отыграли и закончили некоторые хотят вам посвятить жизнь есть слава богу и психологи у которых есть цель не решать проблемы свои через чужие не копаться в болячках а тоже оказывать помощь так что не все так плохо нашей стране с розовыми очками не проживешь ярослав из томска тоже распространенная идея у нас страна тяжелая никто с этим не спорят жить достаточно в ней трудно единственное что можно сказать что примерно все одинаково то есть 30 лет назад 50 лет назад 100 лет назад и сегодня принципиально так сказать государство вряд ли меняется все любят вспоминать лискова салтыкова щедрена гоголя и остальных как бы проводя параллели сегодняшний днем это говорят только о стабильности государства ничего не меняется но обратите внимание тот же гоголь который был в общем-то не очень здоровым человеком психически тем не менее с большой я бы сказал и светлой иронией об этом и во всем повествовал алисков например очень трагически об этом же говорил а салтыков щедрин очень иронически об этом говорил чему я это рассказываю ярослав потому что одна и та же история может абсолютно по-разному трактоваться и все зависит от того что вы чувствуете по отношению тем трудностям которые есть в стране а вот маша пишет покаяние основу нравственности совести всего также назовете негативным сознанием конечно маша к сожалению для вас назову покаяние к сожалению бывает у тех людей которые сделали что-то плохое чек позитивный старается в жизни плохого не делать единственной причиной ему сделать плохое это случайность тогда он может как покаяться но мы говорим о тех людях которые живут таким образом что все время испытывают чувство вины возникает вопрос а что они такого делаю чтобы чувствовать себя виноватыми подумайте об этом совы из петербурга отлично многие думают что это такой же стиль жизни как и другие на самом деле проблема абсолютно с вами согласен но хорошо с того что вы со мной согласно наташа хочет что-то сказать не хочу спросить по поводу чувство вины вот у меня например возникает чувство вины когда я вижу стариков ручих в помойках вот я не знаю как это объяснить и негативным что у них вот такая жизнь я испытываю чувство вины чувство стыда значит смотри со стариками какая ситуация чувство вины чтобы не испытывать у тебя есть два варианта не обращать внимание или помочь если ты помогаешь а люди обычно чувство вины пытается обобщить всю историю до мировой да типа все старики а всем я помочь не могу поэтому я не помогу никому поэтому я перед ними стыдно сейчас не о тебе кстати говорю а психология но если любой человек которого есть чувство вины перед стариками бездомными животными перед инвалидами перед детскими домами просто возьмет и одному и из этого списка поможет достаточно одному он избавиться от чувство вины за две минуты как только сделает это так и избавиться большинство людей они как бы живут какими-то вот идеями что хорошо бы это сделать не делают зляться на себя за неспособность делать что-то реализовать что-то и поэтому испытывают чувство вины я на этом остановлюсь да вот я постановился более более легкий пример у меня было чувство вины перед бездомными животными я очень переживаю вообще за них люблю животных и даже не переживаешь ты же помогаешь я взяла домой бездомное животное и вообще пытаешься собак и ничего у меня вот никаких эмоций не пропал все точно также за них переживают значит психологическая проблема наташ ты знаешь это хочу сказать мы по-разному относимся к животным но как-то включив animal planet телеканал такой я первый раз в жизни узнал что оказывается те животные которые живут на воле в дикой природе у них смертность составляет у хищников например 80 процентов то есть 80 процентов животных умирают течение первого года жизни а тех кого нам показывают как красивых тигров и леопарда взрослых это 20 процентов оставшихся в живых и тут эти хочу сказать так устроена природа просто мы люди и мы переживаем как правило за своих но при всей несправедливости это так жизнь устроена просто понимаешь мы люди которые этих животных мучаем ведь большинство животных которые покалечены которые бегают по улице не покалечены человеком я с тобой согласен но этот чувство вины возникает от того что ты не можешь решить эту проблему с другими ты не можешь им объяснить чтобы они этого не делали ты не можешь собрать всех животных под одну крышу и так далее этот внутренний конфликт от того что ты не можешь ужиться с этой данностью не можешь лишь ничего с ней сделать в таком глобальном масштабе она и порождает чувство вины вот невозможность разрешить проблему вот чем сайте занимается психологи да они проговаривают проблему до тех пор пока ты не принимаешь ее как данность этим приведу другой пример я вот эти уже приводил как-то человек попал в катастрофу и у нее нет ног но представь себе психолога который объяснил что на самом деле все неплохо но и без ног живут кстати на самом деле живут сколько надо будет потребовать вообще времени сил и какой должен быть изощренный мозг у психологов чтобы совершенно нормального кстати не идиота вполне разумно человеку убедить что в принципе ничего страшного страшно конечно страшно объективно но есть люди с разной психикой и есть слава богу кстати психологи качественные которые как-то не кажется странно могут это сделать а я в пятый раз привожу в пример нашего паралимпийцы который получил четыре золотых одну серебряную дима нравится его жизнь без ног он понимает стать что и нет ног он не то что не понимает этого да или думает что у него все нормально нет у него все ненормально но так как он все равно живет то он все равно живет хорошо даже без ног поэтому это очень непростая ситуация сожалению эфирное время не позволяет там часами это обсуждать но это интересная тема для размышления то есть есть люди которым реально очень плохо намного хуже чем большинство из тех кто сейчас слушает эту передачу но при этом они не ропщат на судьбу они принимают так как все равно это ситуация произошла но какой смысл потратить остаток жизни на то чтобы убиваться что теперь у тебя этого не будет тех женок например можно просто жить приспосабливаясь к жизни в другом качестве но к сожалению программа наша уже подходит концу